Хлораторная Днепровская водопроводная станция номер 2 была сдана в эксплуатацию в 1970 году. С тех пор оборудование устарело, говорят специалисты. Поэтому в 2011 на городском уровне было принято решение о реконструкции хлорного хозяйства на ДВС-2. Сегодня все работы этого этапа завершены и первая очередь сдана в эксплуатацию. В ходе реконструкции полностью заменили трубопровод газообразного хлора на магистраль подачи хлорной воды в начальную стадию хлорирования. Специалисты коммунального предприятия «Водоканал» уверяют – все для повышения безопасности, поскольку транспортировка газообразного хлора, который относится к сильнодействующим ядовитым веществам, полностью исключена. Первый заместитель городского головы Запорожья Дмитрий Свиркин утверждает, что потребители почувствуют улучшение качества питьевой воды. Значительно уменьшилась подача самого хлора в приготовляемую воду, что, естественно, прежде всего, отражается при неухудшении качества подаваемой воды, уменьшение негативных составляющих, которые были раньше по хлору. Финансирование реконструкции хлораторной осуществлялось через городское управление капитального строительства и составило немного более 6 миллионов гривен. Ежегодно коммунальное предприятие «Водоканал» своими силами проводит капитальный ремонт контактных осветлителей воды. Все для улучшения качества воды и поддержания очистных сооружений в надлежащем санитарном состоянии. Со временем дренажная система распределения воды выходит из строя. В песке накапливаются остаточные загрязнения. И сооружение не может работать не только в полном объёме, а обеспечивать то качество воды, которое требует стандарта. Капитальный ремонт одного осветлителя обходится предприятию приблизительно в 400 тысяч гривен. Месяц назад в эксплуатацию сдан 11-й осветлитель. Сейчас ремонтируют 8-й. Андрей Маслов говорит, что если насосные станции – это сердце водоканала, то контактные осветлители на ДВС-2 – это печень или почки предприятия. На очереди второй этап реконструкции хлорного хозяйства – строительство склада по хранению хлора, соответствующего всем европейским стандартам.